По всем вебинарам и по всем мероприятиям онлайне, которые я провожу, у меня есть всего лишь три правила. Первое. Задавайте вопросы, если вы хотите слышать ответы. Это очевидно. То есть если что-то непонятно, то совершенно очевидно, что понять, чтобы это нужно, задать вопросы. Второе. Самое главное мероприятие — это активность. Если вы не активны, ничего не интересуется, не спрашивать и вообще не проявлять никакой активности, совершенно такой же результат будет. Третий. Пессимисты. Я всегда говорил, что на моих мероприятиях нет места пессимизму, потому что я позитивно настроенный человек и хочу заниматься и общаться с людьми, чтобы меня окружали только оптимисты. Все, кто пессимистически настроен к теме Амазона, на теме создания бизнеса в США, можете прямо сейчас выйти. То есть это явно не для вас. Почему я объясню? Потому что всегда люди делятся над оптимистами и пессимистами. По опыту уже, наверное, год, больше года я преподаю тему Амазона, именно пессимисты сливаются первыми и даже не доходят до конца обучения. Плюс, сразу предупреждаю, все возможные какие-то либо вопросы в плане того, что вы будете использовать негатив любой в чате, он будет сразу же безжалостно пресекаться удалением человека с мероприятия. Я вас предупреждаю сразу. Мне нужно, чтобы со мной были люди, только те, которым вообще интересно то, о чем я говорю, те, кто готовы двигаться дальше. Остальные попытки даже в плане того, чтобы прорекламировать что-то, зацепить кого-то, будет сразу же пресекаться. Двигаемся дальше. Я всегда начинаю мероприятия подобные, как сегодня, с того, чтобы понять и дать вам понимание, зачем вам эта тема нужна. Я всегда ставлю себя на ваше место, потому что более трех лет назад, наверное, три с половиной года назад, я был так же, как и вы, с другой стороны чата и слушал подобный вебинар про эту тему и пытался принять для себя решение, как жить дальше. То есть передо мной стоял выбор, либо врываться опять наемным менеджером в какой-то бизнес, а я уже с 2004 года на руководящих должностях в разных сферах бизнеса, либо же все-таки начинать строить что-то уже 100% свое и желательно защитить себя от вот этих вот нестабильностей финансовых, особенно в наших странах СНГ, все помнят кризис 2008-го, все видят за последние годы, как стремительно изменяется курс доллара, поэтому для себя я ставил одну задачу. Мне нужно, если я буду заниматься бизнесом, бизнес, который будет приносить мне доход в долларах, чтобы я был защищен. Устал я терять деньги на разницах курсов, устал рисковать, когда на складе у тебя куча товарных позиций, и они привязаны к ценам гривни. Я думаю, многие свою ситуацию-то узнают, многие прошли через кризис, и терять деньги, годы своей жизни из-за того, что государство не может удерживать этот курс. Так я пришел к теме Амазона, потому что на самом деле Амазон дает ответ на первый вопрос. Это финансовая защищенность. Все доходы, которые мы получаем на Амазоне, мы получаем в долларах. Но успех на самом деле у каждого свой. Свой критерий достижения результата. Зачем мне это нужно? Многие из вас допускают ошибку на старте. Я хочу дополнительный доход. На самом деле я вынужден вас разочаровать. Если лет пять назад Амазон еще можно было построить как дополнительный доход, на сегодняшний день это... Цель и успех выражены просто в деньгах. Я хочу зарабатывать какой-то день. Это, конечно, хорошо, но это не есть целью, к которой мы будем стремиться. Поэтому каждый из вас должен ответить для себя на вопрос. Что для меня станет показателем успешности, если я приму решение заниматься этой темой? Моя ли эта тема вообще? Далее будем двигаться по теме вебинара. Почему я придумал такую тему сегодняшнего вебинара? Потому что я ненавижу зиму. Я стремлюсь всегда зимой где-то в теплых краях отсидеться, потому что депрессия или ее признаки у каждого проявляются, я думаю, у многих именно в холодное время суток. В теплое же время суток я максимальной активности достигаю. Как видите, летом я вот решил наваливать вебинары, общаться с вами, потому что я достиг максимальной активности. Плюс на улице жара. У меня есть возможность сидеть в кабинете под кондиционером, чувствовать себя комфортно и рассказывать вам о той перспективе, которую открыла для меня Амазон. Я поделюсь с вами одной цифрой. Я сделал срез такой короткий. С момента начала бизнеса на Амазоне, а это произошло в 2016 году, я более 200 дней с супругой бы провели за пределами нашей страны в путешествиях. То есть можно грубо сложить 3 года, да, от 1000 дней, одну пятую мы уже проводим за рубежом. Для многих это есть недостижимая такая черта мечты, да, потому что классический, классический бизнесмен или классический наемный менеджер, ну максимум 2 раза в году позволяет себе по неделе, по 2 где-то отдохнуть. Я же стремлюсь донести до вас ту тему, что Амазон это удаленный бизнес, он дает возможность со временем делегировать многие процессы и посвятить себе наконец-то любимому свою жизнь, зарабатывая в долларах, путешествовать, получать удовольствие от жизни. В Бали мне зашло, потому что мы месяц с супругой в прошлом году зимой провели на Бали, это уникальный, красивейший остров, причем мы были и в горах, и на побережье, везде по-разному, и поэтому вот я решил Бали. Ну, в комментариях к моему там посту писали, что можно заменить на Карибы, можно заменить на Таиланд, здесь на самом деле Бали это как просто фишка, да, то есть мне зашло Бали, очень круто, у каждого есть своя фишка, где ему кайфовать, ну, где по жизни классно отдыхать. Замените слово Бали на картинки, на другие картинки и представьте себе, куда вы хотите двигаться. Да, вот Евгений комментирует, там, да, в комментах я увидел, что не встретились мы в Париже, да, то есть я уже два раза в Париже в этом году, был очень классный город, очень мотивированный. Погнали! Далее, что будет сегодня на вебинаре? На вебинаре мы уже познакомились, я расскажу вам вкратце, постараюсь меньше всего времени на это тратить, что такое Амазон, потому что для многих уже это понятно, плюс этой информации очень много в сети, я не хочу на ней много останавливаться. Дальше я хочу рассказать по шагам, как выглядит запуск полноценного бизнеса на Амазоне, и сегодня я хочу презентовать свой новый двудневный интенсив, которого, в принципе, подобного ничего еще не было до сегодняшнего дня, и хотелось бы, чтобы каждый из вас посвятил этот час-полтора времени для того, чтобы увидеть ту возможность, которую в свое время увидел я. так, у нас есть какая-то техническая проблема, я вижу, презентация не догрузилась, это плохо, тем не менее, буду двигаться по шагам, открою у себя с телефона, а презентацию не переживайте, каждый получит в рассылке, почему-то слетело. Сейчас, ребята, полиция поправит этот вопрос, я думаю, перезаливать будет, но я не хочу останавливаться на этом, будем двигаться без презентации, важно, чтобы я вам это рассказал. Также хочу сказать, что сегодня для всех участников я планирую провести даже не провести, а звучит бонус, то есть 100% все участники получат от меня бонус, а об этом я скажу позже. Итак, какие 10 я выделил основных шагов для того, чтобы принять решение для себя и понять, что такое бизнес на Амазон. Первым шагом я для себя считаю, что нужно для себя уяснить, что Амазон все-таки это бизнес. Это не кнопка бабло, я не буду вам обещать золотый гор. Бизнес на Амазоне это внимание к нему, как к любому бизнесу, и нужно обязательно заниматься этим. Я честно вам скажу, я херячил где-то полтора года для того, чтобы достигнуть результата, что где-то 50-70% функций было делегировано, я почувствовал себя уже намного свободнее и активно начал путешествовать. Хотя при этом до этого эти полтора года я тоже уже хорошо и много отдыхал. Но тем не менее, вы должны понимать, что Амазон потребует ваше внимание, особенно первые 3-4 месяца запуск любого продукта на Амазоне требует внимания. Дальше, вторым шагом будет поиск товара и анализ ниши. как найти тот товар, который будет хорошо продаваться, будет генерить нам прибыль и как вообще строить линейки продуктов, чтобы развивать наш бизнес стремительно, бороться с конкуренцией либо с ее отсутствием и на самом деле достигать тех целей, которые мы поставили. Третий шаг в бизнесе это производство товара, я расскажу вам, как и где можно их производить, свои товары под своим брендом. Четвертый доставка, то есть как мы из разных стран можем доставлять на Амазон. Насколько это легко хочу вам донести, потому что для многих вопрос доставки и таможни пугает, здесь все намного проще, хотя есть свои нюансы. Далее мы проговорим, что нужно для того, чтобы создать продающую страницу вашего продукта на Амазоне, как и где быстро набирать отзывы. Расскажу про рекламу на Амазоне, которая встроена в Амазон и которая помогает нам с самого начала запуска уже начинать продавать и зарабатывать. Проговорим немного про внешний трафик, про другие инструменты рекламы, которые ускоряют движение на Амазоне. И в конце коротко о построении бренда и о построении команды нашей мечты, которая позволит нам наконец-то стать независимым. Итак, двигаемся дальше. О себе я не люблю рассказывать, почитайте потом презентацию, уже подтянули слайды. Коротко я прописал для вас, не хочу на этом сейчас останавливаться, что такое Амазон для тех ребят, которые вообще впервые об этом слышат. и на самом деле больше хочется рассказать о том, что Амазон стремительно растет, график этот четко показывает, 30% минимум в год Амазон вырастает, за последний год практически 40% и останавливаться, я смотрю, он не собирается. Сервисы растут, расширяется география, Амазон представлен уже более чем в 12 странах и продолжает расширяться. Сегодня разговор будет идти об американском Амазоне, потому что в моем понимании американский Амазон самый денежный, то есть там Америка богатая страна, в ней больше всего сосредоточено денег, небогатые покупатели, достаток в Америке на порядок выше, чем во многих странах, ну и это доллары, которых мы так стремимся заработать. Какие существуют на сегодняшний день самые распространенные модели заработка на Амазоне? Первая модель это дропшиппинг. Купи где-то, продай на Амазоне, либо купи на Амазоне, продай где-то. Я никогда не считал это бизнесом, я считаю это отличная возможность для ребят, студентов, которые только-только заканчивают институт или начинают, у них есть в кармане 200 баксов, и они начинают что-то там играться. Я, не обижайтесь на меня, всегда дропшиппинг называл творческим анонизмом. Почему? Потому что в моем, наверное, возрасте, когда прошел уже 6 бизнесов, то уже дропшиппингом бизнесом я не могу назвать. Следующая модель, популярная на сегодня, это онлайн-арбитраж. Простым языком, мелкооптовая торговля. Если коротко, мы находим поставщиков производителей в Америке, и малыми партиями выводим на Амазон и за них боремся, то есть налаживаем какие-то продажи. Чем больше таких поставщиков, тем больше страниц продуктов, чем больше страниц продуктов, тем больше денег. Это уже онлайн-арбитраж ближе к бизнесу, в моем понимании. Но, к сожалению, есть свои там тоже сложности. Все возможно на самом деле. В любой из представленных мною моделей можно зарабатывать. Но в плане онлайн-арбитража я почему-то для себя сделал вывод, что если я буду заниматься арбитражом, это когда я перееду в США, получу реселлер-сертификат, открою компанию или уже созданную компанию получу этот сертификат, смогу выезжать на переговоры с американскими производителями, договариваться о лучших условиях и официально представлять их интересы. Вот в моем понимании так. Хотя многие ребята на сегодняшний день довольно успешны и в онлайн-арбитража. Третий тип бизнеса книжный. Больше для творческих людей, которые любят все, что связано с написанием, с дизайном. Можно генерить онлайн-книги, создавать их определенное количество и стремиться на этом зарабатывать, но это очень небольшие деньги, нужно быть к этому готовы. Это больше как длинный хвост пассивного дохода. При этом его можно автоматизировать, набрать дизайнеров, набрать писателей, которые по главам будут писать популярные, научно-популярные книги на Амазоне и какой-то из них может быть выстрелить, станет бестселлером, вы сможете его развить в линейку каких-то выпусков и зарабатывать довольно неплохо. сегодня больше я буду говорить о том бизнесе, которым занимаюсь я, это Private Label, продажа товаров на Амазоне под собственной торговой маркой, произведенная под себя. То есть для меня это полноценный бизнес, который можно в тех или иных моментах контролировать и достигать успеха, а именно создать свой международный бренд. Итак, сегодня Private Label. перед тем как рассказать подробно о каждом шаге, я хочу вам рассказать о основной системе, которая позволила нам, вообще дала это окно возможности зарабатывать на Амазоне. А это именно программа FBA Fulfillment by Amazon, которая позволяет за деньги обеспечить себе беспроблемный вход на Амазон, не думая о хранении и не думая о обслуживании заказов клиента. По сути, те, кто сталкивались с онлайн-бизнесом, с интернет-магазинами, знают, какой это геморрой. Хранение, отправка, почта, обслуживание каждого клиента, возвраты и так далее. На сегодняшний день Амазон закрыл этот вопрос. За небольшие деньги, там сумма хранения всегда опирается к габаритам и весу вашего продукта, ну и Амазон на своих складах размещает нашу продукцию. И за 15% от каждого платежа обслуживает наших клиентов. Эти все затраты мы закладываем в себестоимость при поиске товара и подбираем товар, который способен покрыть эти затраты и еще и заработать. Поэтому уникальная ситуация. Тот, кто никогда не сталкивался со схранением, с отгрузками, с обслуживанием клиента, получает возможность на начальном этапе вообще об этом не думать. это за нас делает Амазон. Далее дополнительные фишки. Амазон Селлер Сентрал специальная платформа для продавцов, которая в принципе дает вам массу отчетов по всем действиям, которые происходят у нас в аккаунте, по всем платежам, по всем покупкам, которые совершили. То есть полная-полная платформа для анализа. Все, весь документооборот с Амазоном построен на электронной основе, все отчеты есть Селлер Сентраль. Как плюшка. Амазон иногда, крайне редко, но бывает, теряет грузы или не может их найти на своих огромных складах. В течение 30 дней мы претензию предъявляем, он возмещает нам полную стоимость. Заработаны на Амазоне деньги. Амазон на начальном этапе удерживает холд так называемый 30-40% от суммы заработанных, пока мы начинающий продавец. На случай, если будет возврата много, у вас товар некачественный, он, конечно, придержит эти деньги. И каждые 12-15 дней остальные деньги отправляют. Со временем, когда продажи улучшаются, двигаемся и холд снимается постепенно и в полная сумма уже каждые 12-15 дней поступает на счет. На какой счет спросите вы? Есть платежная система международной Payoneer, которая позволяет нам создать расчетный счет онлайн и который привязывается к аккаунту на Амазоне и на него происходит отчисление. Также к Payoneer мы можем привязать физическую карту в нашей стране и на нее выводить какие-то деньги. Идем дальше. Преимущество Private Label. Первое, что мне всегда нравилось, это мы сами производим и сами контролируем качество, независимо от того, в какой стране. Всегда можно найти за недорого представителя, который будет за вас по вашим критериям контролировать качество. Все-таки товарка это ощутимый, осязаемый результат вашего труда. То есть вы создаете свой собственный продукт, вы можете его получить домой, пощупать, улучшить и так далее, и так далее, и так далее. Сами создаем информацию, можно работать, улучшать ее, то есть мы влияем на нее. Также мы влияем на качестве сервиса и сможем создавать лояльную аудиторию покупателей. Это уже сообщества, которые будут поклонники нашего будущего бренда и работать в маркетинге в этом направлении. Развитие бренда это очень увлекательный процесс, я стал честно вам скажу, мало того, что Amazon зависимым человеком, то есть кроме Amazon плохо чем-то получается заниматься, потому что это увлекательно на самом деле на определенном этапе, ты уже без этого не можешь жить. Во-вторых, само развитие ощущения того чувства, что ты создаешь международные бренды в разных странах продаешь и это еще ежедневно отражается в плюсовом балансе твоего счета, это круто. Мы можем регулировать, влиять на стратегию развития бизнеса и принимать решение о географии нашего бизнеса. На сегодняшний день я принял решение пока торговать только в США и Канаде, потому что в Европе это отдельный бизнес, на него нужно делать, затачивать отдельную команду, поэтому пока только США и в принципе этого у меня за глаза хватает, потому что рынок огромен. Как я и говорил раньше, бизнес генерит валюту, плюс, если правильно построить бизнес на Амазоне, еще можно привлекать инвестиции в американских банках за небольшой процент. Я думаю, для многих ребят, проживающих в СНГ, процент 3,5 на 4 процента годовых это вообще недосяжимая цифра, но в Америке это абсолютно норма. Дальше, для тех, кто подумывает о том, чтобы мигрировать в США, через Амазон уже есть несколько кейсов, ребята правильно построили схему, оформляют компанию в США, склады, небольшие делают, людей нанимают и постепенно заворачивают под получение грин-карта. Все это тонкости, не сегодня об этом мы будем говорить. Ну и самая мотивашка, это можно завернуть бренд под продажей. То есть на сегодняшний день я не запустил несколько брендов вот в течение года добавляю продукты с расчетом в следующем году хоть один, но продать. Завершить кейс полный, от начала создания до полной продажи бренда под ключ. Конечно же, в дальнейшем я буду об этом сообщать и говорить об успехах. И так, поиск товара, шаг номер два. Многие сейчас запускают негатив в сети, выбор товара не главное, конкуренция на Амазоне такая жесткая, что товар найти невозможно. Мастер-класс я проводил в марте и в онлайне показал, как я нахожу товар, который достоин вниманию и потенциально будет приносить хорошие деньги. Я доказал, что это возможно в течение двух часов. Ну, исходя из моего опыта, конечно. То есть, в онлайне я показал этот продукт ребятам и на наглядном на мастер-классе показывал, как его можно выводить на рынок. Соответственно, лишний раз подтверждается, что все слухи о том, что поздно, это глупость. 7 миллионов страниц продуктов на Амазоне на сегодняшний день это по данным на начало года. Поверьте мне, можно найти и нишу, и товар в абсолютно любой категории. Все упираться будет в определенные ограничения. Есть ниши, в которых можно зайти легко и просто, без проблем. Есть ниши, в которых есть определенные ограничения, требуют дополнительных сертификатов каких-то. Многие пугаются слово сертификат, но я вас вынужден успокоить, что зачастую 70-80% например китайских фабрик эти сертификаты имеют. Достаточно пройти период адаптации и доказать Амазону, что это относится к вашему продукту. Зачастую это решается одним письмом от производителя. Прошу прощения. За время того времени, которое я торгую на Амазоне, я разработал свою простую модель, которая является фундаментом для поиска товара. Параллельно эта модель включает в себя анализ ниши на конкурентность и недопускание запусков в тяжелых трудно победимых так называемых нагруженных нишах, там где конкуренция очень высокая и на сегодняшний день ниши такие есть, главное правильно их искать. Эту систему модель я разработал, ребята, которые были на мастер-классе ее получили и в дальнейшем о ней еще много будет разговоров и вебинаров. Основой поиска товара это проресерчить, такое название ресерч, поиск, отбор. Как можно больше подобных товаров, которые классические по модели попадают как благоприятные для запуска и отобрать три лучших. Три лучших по модельно и принять для себя решение из этих трех какой бренд я могу строить, какую линейку продуктов я могу развивать, то есть подумать потом достаточно отобрать один товар для запуска и начинать двигаться вперед. Далее идет работа. Мы заказываем, ищем производителя, заказываем образцы, улучшаем товар, если мы видим, как это сделать, обычно мы это делаем первично, на основе негативных отзывов конкурентов, смотрим, где они недорабатывают и стараемся уже при согласовании своего первого производственного образца устранить эти проблемы либо улучшить продукты. Получаем, утверждаем производственный образец и запускаем первую партию производства. Скажите, звучит все так легко, на самом деле геморрой. Вы знаете, на сегодняшний день для меня вот этот вопрос работы с Китаем, производим, произвожу в основном в Китае все продукты, менее всего вызывает проблемы. Почему? Потому что все уже сложилось в определенный алгоритм. Я прошу прощения за кашель, но приболел немного, выздоравливая, не хотел переносить дату. Итак, где искать? Катьте товары производителей. В основном мы все делаем в интернете либо через посещение международных выставок. Причем, оговорюсь, посещение международных выставок я не считаю обязательным, хотя я ездил. Через интернет вполне все под ключ удаленно делается. Итак, где производить у всех вопрос? Рассмотрим все варианты, которые на сегодняшний день есть. Первый, рекомендованный мной для самого первого запуска, это Китай все-таки, потому что огромное количество фабрик, огромное количество продуктов, и если все правильно сделать, то это довольно-таки легко заворачивается. Далее, логистика, да, из Китая логистика, это вообще является на сегодняшний день просто практически все автоматически, главное подобрать правильного перевозчика. с Амазоном многие фабрики уже работают китайские, проблем с доставками практически нет. Также и контролем качества, потому что в Китае уже очень широко развита услуга инспекции партий, инспекции производств, которые снимают с нас эти проблемы. Какие страны еще можно рассматривать производителей? Таиланд, Пакистан, Индия, Япония. Эти страны славятся лучшим качеством, чем в Китае, но испытывают определенные сложности с логистикой на Амазон. Зачастую это связано с тем, что отправить из этих стран можно только контейнерной нормой, а с Китая от 100 килограмм вперед. Теперь страны Украины, Россия, страны СНГ. На сегодняшний день многие ребята уже продают продукты, произведенные в наших странах, а логистика с каждым годом улучшается, потому что некоторые ребята амазонщики уже запустили полноценные сервисы логистики в США на Амазон. Например, у нас есть несколько партнеров, которые за 3-4 дня уже самолетом доставляют по цене Укрпочты на Амазон продукты, любой объем. Вторая же компания отладила из Одессы контейнерами отправки, сборные контейнеры, то есть 5, 7, 10, 20 заказчиков в один контейнер по чуть-чуть забросили и поплывал. Дешевле, но дольше. Логистика. У вас будет выбор, как доставлять самолетом либо морем и также, как и в авиаперевозке и в морской перевозке, срок разный и цена разная. Важно на самом начальном этапе правильно подобрать себе партнера перевозчика. В дальнейшем это вам позволит избежать кучи проблем. Я приношу прощение, срываю голос, не выдержу, боюсь, не договорю сегодня. Постараюсь. Партию передает китайская фабрика либо производитель перевозчику, дальше перевозчик решает за нас все проблемы и доставляет до склада Амазон. Важно с самого начала договориться с перевозчиком, чтобы никаких скрытых платежей не было. Проговорить, что стоимость доставки считается завершенной, если услуга выполнена от склада производителя до склада Амазона. Включает в себя все стоимости фрактов, пикапов, доставок, а также растаможка и затаможка. Все, 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 без исключения платежей. Цифра, которую вам озвучивает перевозчик, должна содержать включение всех этих платежей. Дальше Амазон принимает на склад свои хранения по программе FBA, как я и говорил. И все, в течение первых 14-13 дней мы видим уже товар у нас в селер-централе в нашей платформе и начинаем заниматься продажей. Дальше. Как сделать продающую страницу? То есть это отдельная тема, этому я посвящаю целый модуль в системе обучения, но важно понимать определенные вещи, что эра просто фотка и просто текст уже не работает. Амазон не исключение. Очень важно учитывать эти моменты и очень важно делать все качественно. сейчас очень распространенно 3D модели или очень качественные фотографии. Далее. Все текста должны быть оптимизированы под ключевые запросы, которые соответствуют нашему продукту, а именно чтобы эти ключевые запросы соответствовали нашему продукту и продавали его. Все запросы, которые забивают покупатели на Амазоне с помощью специальных сервисов, мы выкачиваем, анализируем, очищаем, находим те, которые соответствуют нашему продукту и создаем своего типа ядро ключевых запросов, которые потом используем для оптимизации заголовков, текстовых описаний. Тем самым это очень напоминает ранжирование в Гугле по ключевому запросу. Тексты оптимизируются. Научиться этому можно, несложно, как я считаю, главное разобраться в сути. Ну и заполняем все поля листинга, листинг это страница нашего продукта, называется так на Амазоне. Соответственно, главное все максимально заполнить и дать хороший контент. Что такое хороший контент? Нужно провести анализ конкурентов, кто будет с тобой конкурировать, и моя рекомендация такая. Сделать по крайней мере не хуже, чем у них, а стремиться к лучшему. Отзывы. Больная тема для многих амазонщиков. Почему? Потому что вот уже год прошел с того момента, как Амазон очень жестоко почистил все отзывы у многих продавцов на Амазоне. Многие не выдержали этого стресса, когда год-два торгуешь, тебе Амазон удаляет все отзывы, но чего тут уже оправдываться, все мы были горешны и использовали нечестные серые способы получения отзывов. Потому что на сегодняшний день отзывы на Амазоне это один из важных этапов для старта и в дальнейшем для наращивания лояльности покупателей к вашему продукту. Я использую несколько самых простых способов получения отзывов. Первый способ называется нетворкинг наше все. Мы все имеем аккаунты в фейсбуке, инстаграме, у нас есть там близкие, друзья, знакомые. Если у вас в результате анализа появится 5-10 человек, которые способны вам помочь на начальном этапе, отдайте им бесплатно ваш продукт за то, что они напишут вам отзывы. Единственная оговорка, что ваши эти люди должны иметь прайм-аккаунт на Амазоне, чтобы отзывы, которые они напишут, были верифицированы. Если они не имеют никакого аккаунта прайма на Амазоне, то, соответственно, их отзывы будут не верифицированы и не будут влиять на рейтинг. А нам важно, чтобы влияли. Следующее по отзывам в помощь нам придумал Амазон. Есть внутренняя программа Амазона, называется Early Review Program, согласно которой мы соглашаемся отдать бесплатно и доплатить 50 долларов или 60 за 5 отзывов, которые в течение месяца-двух от ревьюера в Амазоне зайдет к нам. Этот способ нужно использовать только тогда, когда ваши знакомые, кому вы раздали, подтвердили, что ваш товар действительно качественный, все хорошо, тогда у вас меньше рисков, получите от ревьюера в Амазоне негативные отзывы. Нам нужны только позитивные. Дальше существует ряд способов серых, обеленных, которые позволяют нам получать отзывы быстро, медленно, а всех них сейчас рассказывать очень сложно. Почему? Потому что они требуют разной степени участия, внимания и денег. Но тем не менее в рамках интенсива я раскрываю этот вопрос. Далее переходим к рекламным инструментам. На сегодняшний день на Амазоне существует мощная система, которая называется PPC, среди наших амазонщиков, которая работает по принципу, как и в Google, Pay Per Click, оплата за клики. Существует два типа компаний к автоматическим таргетингам, когда Амазон сам принимает решение, где показывать нашу рекламу, либо мануальная реклама, когда мы назначаем ключевые слова, по которым мы хотим показываться. Дополнительно внутри Амазона есть сервисы генерации скидочных купонов, которые мы можем в дальнейшем использовать в нашем маркетинге. Так называемые молнии Амазона Lighting Deals, которые позволяют в определенное время со скидкой сбрасывать довольно-таки серьезные объемы нашего товара с целью резко улучшить рейтинг и позиции по нашему товару. Также мы можем выкачивать с Амазона списки базу покупателей, которая дает нам как минимум фамилию, имя и физический адрес покупателя, а в дальнейшем с помощью уже существующих на сегодняшний день бесплатных либо недорогих сервисов в Америке собирать информацию о каждом покупателе и создавать свою базу. База покупателей при современных технологиях дает нам широкие возможности. Например, упомяну такой сервис, как, например, смс-рассылка в США. Очень крутые сервисы, имея с помощью доступа к бесплатным сервисам сбора данных покупателей номер телефона, без проблем особых рассылается смс-рассылка 90% в открытии. Если этот покупатель у вас что-то покупал и он доволен вашим продуктом, то вполне реально предложить ему акцию и он купит что-то кому-то на подарок, либо вы запускаете уже второй продукт, предложить ему скидку, и тем самым решить вопрос раскачки быстрой следующего продукта. Но это уже опыт. Также очень важны другие источники трафика. Я не буду скрывать, с каждым годом Amazon становится все сложнее и конкуренция нарастает. Поэтому в этом году очень активно и актуально становится тема получения трафика на Amazon с других источников рекламы. Что здесь может быть? Классические все способы трафика, получения трафика. Реклама на Google, реклама в Facebook, работа с блогерами, работа с YouTube блогерами, участие в каких-то обзорах на американских сервисах, где сравнивают подобные продукты, заказ статей, которые будут рассказывать более подробно, тематические статьи о нашем продукте и так далее, и так далее. Все эти инструменты так или иначе имеют жизнь на, ну, право на жизнь в вашем маркетинге. Достаточно протестировать, что сработает лучше для вашего продукта малыми бюджетами и двигаться вперед. Далее. Девятый шаг. Моя рекомендация всегда была одна. Не останавливаться на достигнутом. Один товар это не панацея, это не решение ваших проблем и вряд ли достигнете тех поставленных целей. Не останавливаться это значит от одного товара идти к бренду. Создавать линейки продуктов под одним брендом. Моя рекомендация такая, на одном аккаунте 3-5 продуктов, не больше. Почему? Потому что уязвимость аккаунта остается, наш мир технологий и хакеры и воровство хакерами данных. Поэтому 3-5 продуктов и вы вполне можете уже искать первый когда товар, продумывать какими другими товарами вы можете дополнять линейку продуктов. Причем так устроено, если все правильно сделать с запуском первого продукта, то 2-й, 3-й, 4-й дешевле и дешевле запускается. Потому что аудитория ваших покупателей растет, лояльность аудитории к бренду повышается. Если вы правильно работаете с маркетингом, запуск второго продукта обходится в два раза дешевле, чем первого, а третьего еще дешевле. Поэтому этот процесс становится интересным в плане маржинальности, потому что с уменьшением затрат мы больше зарабатываем. Второй процесс становится увлекательным, потому что все лучше и лучше, и мы работаем с каждым продуктом с большими знаниями, и уже с учетом тех ошибок, которых мы допустили. Зачастую при запуске второго продукта уже серьезно относимся к бренду и начинаем расширяться, нанимать людей, помощников. Но к этому моменту уже раньше это нужно сделать. Поэтому построение команды своей мечты это, наверное, один из главных этапов, когда вы приняли решение связать свою судьбу с Амазоном, потому что одному достаточно тяжело будет обслуживать уже больше новых продуктов. тем не менее варианты построения бренда основные этапы я всегда заключаю вот таких вот шесть пунктов. Волшебный сервис для покупателей. Что это значит? Построение вот этой того обслуживания в переписке служба саппорта вашего бренда, потому что на Амазоне вам могут писать письма вашим покупателям либо перед покупкой, либо после. И вот качество этого сервиса можно довести до чувства вау. Причем довольно-таки легко, если чувствовать своего покупателя и быть лояльным абсолютно к любому. То есть всегда будут существовать какие-то задроты, которые нам будут мешать жить, которые будут считать, что они только правы. Но вот правило, что покупатель всегда прав, оно для Америки применимо на 110%. Несмотря ни на что, не допускайте никакого негатива в адрес своего покупателя, даже если он откровенно издевается над вами. Всегда позитив, лояльность, бесплатная замена. Это создает тот сервис, который оценят остальные покупатели и гораздо больше, чем вот этих ребят нехороших человек. Далее, работа с лояльной аудиторией, это покупателя, мы можем работать по принципу, который озвучил Райан Моретт на своем выступлении на международном форуме Амазон. Принцип 10-100-1000. Организуй 150% внимания к 10-ти покупателям, они вам помогут собрать первые 100, на них вы сосредоточите основной маркетинг, остальная 1000 придет сама. И укрепление бренда, то есть брендирование, брендинг-маркетинг, это все укрепление бренда, но это позже, но все равно без этого не обойтись, если вы хотите построить международный бренд. Постоянный вывод на рынок новых продуктов, когда вы достигли средних результатов по товару, который уже есть. Для меня средний результат, считаю, я всегда и буду считать, это тот момент, когда вы почувствовали, что потолок продаж уперлись, больше не растет. То есть все сделали, пытались, старались, все инструменты испробовали, вот продаем, например, 50 штук в день и больше не растет. Все, хорошо, померили нишу, с кем мы конкурировали, у кого мы забрали продажи, можем ли еще у кого-то забрать, наверное, не получается, не тратим усилия, начинаем работать над запуском второго. Обычно средняя ниша, чем привлекательно, что довольно-таки ограниченный объем денег в нише. Соответственно, больше какого-то потолка, вы его сразу почувствуете, вряд ли получится взять, потому что там уже есть старые игроки, опытные игроки, вы просто, может, не дотягиваете, у вас не хватает инструмента. Поэтому, в мое мнение, чем сливать на попытки безуспешные, проще запустить по той же схеме, как уже отработали на первой, второй продукт в линейке. Тут удивительная вещь. По опыту и по наблюдениям, когда запускаешь второй продукт, и он начинает хорошо продаваться, первый начинает продаваться еще лучше. Как это работает, я до сих пор не знаю, но факт остается фактом. По-видимому, это от анализа некоторыми покупателями с торфронта, так называемого магазина на Амазоне вашего, они переходят, смотрят, что продуктов больше, лояльность к бренду повышается, и покупательские функции увеличиваются у покупателей, но чаще покупают. Создав линейку, создав линейку, вам нужно будет принять решение, как вы собираетесь двигаться дальше. Первое, куда масштабироваться? Либо географически, выходя на новые маркетплейсы Амазона в разных странах, либо же заворачивать продукт на продажу, раскачать его максимально и продать его как законченную линейку, либо создавать еще какой-то один аккаунт, либо на этом аккаунте расширяться вертикально, либо горизонтально линейку на расчете. Что такое горизонтально-вертикально? Ну, например, удочки, если мы решили заниматься удочками, хотя я говорю вам сразу, на Амазоне удочками не надо заниматься. Удочка горизонтально может ну, удилище, да, будем правильно говорить, горизонтально может развиваться только одним способом, дополнительно другие модели удилища. Удилище карповое, удилище спиннинговое, там еще и так далее. Да, это горизонтальное масштабирование. Что такое вертикальное? Для рыбака, мы понимаем, покупателя, что удилище покупает рыбак, еще нужно садок, крючки, леска и так далее, и так далее. Понимаете, да? То есть, все, что вокруг этого продукта уместно, это есть вертикальное масштабирование. Соответственно, каждый из вас примет решение, как двигаться дальше. Команда. Я вам привел пример своей команды, чтобы не рассказывать вам много, да, на одном из аккаунтов, вот тут такая сформированная команда, даже не на одном из аккаунтов, в одном из бизнесов, с таким партнерством моим. 30 плюс товаров, 5 брендов, команда 11 человек. Из 11 человек, два, куратор один, куратор два, это я и мой партнер. Как вы видите, четко распределены обязанности, каждый за все отвечает, ну, за свою тему. То есть, если мой партнер отвечает за инвестиции, за закупку, контроль работы отдела саппорта в обслуживании, моя ответственность это листинги, продажи, реклама, маркетинг и контроль за всеми исполнителями, которые задействованы. Теперь о сотрудниках. Как вообще построена команда? Помощник куратора работает удаленно. Это мой помощник, который занимается постоянным поиском новых продуктов для развития наших линей. Плюс параллельно занимается с ключевыми словами. Это вторая сфера ответственности. Финансист. Помимо того, что на сегодняшний день есть уже готовые онлайн решения финансов под Амазон. Мы по старинке уже опытные пригласили с прошлого бизнеса финансиста и он удаленно делает нам отчет в том виде, который Амазон нам не может дать под нас. Но это необязательная функция. То есть, как я говорил, например, селлерборд на сегодняшний день, сервис вполне закрывает вопрос полного понимания финансов, на каком свете это на Амазон. Далее. Под каждый бренд мы стараемся поставить менеджера проекта, который управляет командой на аутсорсе, занимается планированием, отслеживает логистику и работает с нами напрямую. На определенном этапе, когда у вас товаров уже довольно-таки много будет продаваться, вы подумайте о представителе в Китае. На начальном этапе это будет просто инспектор, который будет проверять ваши партии. В дальнейшем, скорее всего, вам понадобится уже представитель, который без проблем русскоязычного с хорошим китайским можно нанять прямо в Китае. Что мы и сделали через полтора года бизнесом, просто нашему инспектору, который у нас проверял, предложили работу на нас, на полную зарплату. И по сегодняшний день он работает. При этом ему не запрещено, если у него есть время заниматься, подрабатывать еще инспекциями параллельно. Далее. Первым, что мы построили, это был саппорт, потому что, когда продажи перевалили суммарно за 300 штук в день, понадобились люди, которые будут постоянно отвечать на письма, потому что это утомительно для владельца бизнеса. Мой партнер этим занимался лично, но на определенном этапе сдался и сказал, все, только служба саппорта. Прописал им инструкции, работал первые полгода с ними довольно плотно, на сегодняшний день абсолютно самостоятельные единицы, которые самостоятельно ведут переписку с покупателями. СММ, куда же без него, СММ-менеджер, который можно нанять удаленно, необязательно его включать 100% в штат, который будет закрывать нам вопросы сошел маркетинга. Реклама, то же самое время, либо обучить менеджера под Амазон внутри компании, что я и сделал, мой же помощник куратор, автоматические компании уже создает, проверяет. Либо отдать удаленно, есть на сегодняшний день как минимум пару сервисов, которые рекламой занимаются удаленно, но это не во всех продуктах выстреливает, скорее всего, первое время все равно вы будете самостоятельно этим заниматься и все-таки учиться, учиться рекламе сами. Далее, все работы, связанные с листингом. Фотографы, 3D-тексты, переводы, текста, дизайнеры, это все удаленные функции, это все решается нетворкингом, закрывается, тем более, если вы состоите в сообществах в Facebook, в Facebook, в частности, Amazon предпринимателей, достаточно написать запрос, посоветуйте кого-то и вам навалят кучу предложений. Собирайте статистику по поиску в группе, какие упоминания об этом исполнителе были и принимайте решение. Не проблема. Так же самое, в принципе, происходит и с логистикой, то есть вам рекомендуют готовые проверенные компании, вам только собрать отзывы и принять для себя решение. Ну и последний человек в нашей компании, это необязательная функция, но мы его взяли, водитель на своем автомобиле, который закрывает все-все-все вопросы курьерские, в том числе функции, которые отвлекают нас от основного бизнеса. Как вы видите, к этой команде мы пришли за 3 года. Довольно-таки легкоуправляемая, как видите, нам не нужен офис, абсолютно не нужен. Если нам нужно встретиться с теми или иными ребятами, мы назначаем просто встречу в каворкинге, почасово снимаем удобную для нас space, офис. Киеве это довольно распространенное. Все прекрасно. При этом, если собственник не хочет совершенно работать с таким количеством людей, управлять этой командой, все это решается, опять же, менеджером проекта, опытным зачастую амазонщиком, которого вы либо вырастите в своей компании, либо найдете на партнерских основах себе в команду. И он будет заниматься всеми процессами, вы будете работать только с одним человеком, с руководителем проекта. По этой схеме я работаю с несколькими инвесторами, партнерами моими на сегодняшний день, которые ворвались уже на пике моей популярности с предложениями крупных сумм денег, но у нас жестко было поставлено такое условие, что да, я соглашаюсь на этот проект, но только в том случае, если мы берем в команду под каждый проект менеджера и он формирует минимальное количество людей, которые ему нужны. То есть мы, как в данном случае, владельцы бизнеса или проекта, работаем только с менеджером проекта. Дальше он занимается все сам. Я сразу пред... восхищаю вопросы, которые часто сыпятся и, наверное, сегодня уже я не обращаю внимания на чат, задавали, сколько зарабатывает Коршун и вообще, сколько можно зарабатывать. ребят, только ленивый не погуглил, кто такой Коршун и не собрал информацию, сколько он зарабатывает. Но тем не менее, я всегда стараюсь выложить какой-то скриншот, чтобы вам показывать, сколько вообще в принципе возможно. На этом слайде два скриншота. Первый справа. Это показатели на одном из наших аккаунтов. То есть 200 тысяч оборота по одному из самых старых аккаунтов мы удерживаем. Там пять продуктов с многими вариациями. Как вы видите, довольно-таки мощный уже такой аккаунт. Его мы продавать не собираемся, потому что с самого начала он на физлице был сделать. Мы не хотим это продавать. Этот аккаунт служит для нас генератором денег. То есть он генерирует деньги, которые мы сразу же реинвестируем в другие проекты и, собственно, тратим. Слева я вам добавил самый свежий скриншот из последнего аккаунта. Это самый свежий проект, который я с инвестором запустил. Это результат на слайде. Продукт запущен в середине ноября прошлого года. Вот на сегодняшний день за шесть месяцев. Это один продукт с пятью вариациями. Цветовыми, обычные, разные цвета просто. Вот мы 17 июня превысили оборот в 20 тысяч долларов и вышли на чистую прибыль свыше пяти тысяч долларов. Классический кейс специальный я вам положил, который ближе к вам, к старту, что вот за полгода в принципе можно ворваться и выйти через полгода на пять тысяч долларов в месяц чистой прибыли на одном продукте. дальше вперед только развивайте линейку. Как раз сейчас я занимаюсь подготовкой к запуску второго продукта в эту линейку и планируем выйти на 50 тысяч оборотов уже до конца года. Вот простой кейс. Кейс, который вам понятен. Ничего я экстраординарно в этом кейсе не использую. Проект по подменеджером классические все схемы, которых я включаю в обучение, включены здесь в этот проект. Ничего нового здесь не добавлено. Проект развивается по классике. Результат позволило достигнуть тот факт, что с самого начала на этапе выбора товара ниша выбиралась с не сильной конкуренцией, чтобы легче и быстрее было двигаться. Плюс отмечу, товар был запущен с опозданием, в середине ноября это считается поздно, планировалось запуститься к концу октября. Я считаю, до конца октября это самое лучшее время к запуску, чтобы успеть раскачать продукт на четвертый квартал. В четвертом квартале в Америке максимальные продажи, спрос бешеный и за полтора месяца можно заработать как за полуфута. Соответственно, самое лучшее время для запуска это середина, конец октября, а второй период, когда лучше запускаться это начало апреля. То есть сезонная активность начинается, товары хорошо подаются. Поэтому, честно вам скажу, вот это вот то, к чему я стремлюсь пододвинуть вас к тому, что запускайтесь только в нужное время. Остальное время есть свои приколы. В феврале китайский новый год, в марте максимальная активность китайцев на Амазоне, которых Амазон потом весь апрель вычищает. Поэтому в апреле, пока он чистит, постепенно, постепенно и быстро, за счет активности покупателей, которые нарастают весной, можно раскачивать продукт. Летом праздники Mother Day и Father Day помогают росту. Вот недавно был Father Day в начале июня. Удвоение спроса в течение первой, недели до этого праздника. Это все нам помогает лучше. В июле Prime Day обычно в 20-х числах Prime Day это распродажа на Амазоне и после Prime Day затишье. То есть август месяц затишье. То есть спад, все разряжаются по отпускам, топ-менеджмент получает отпуск и все уезжают. Сентябрь раскачка и опять вперед. Вперед, вперед, вперед. Так, на этом я первую часть закончил, но тем не менее не разбегаемся сегодня о бонусах я еще буду говорить. Хочу от вас услышать, кому вообще это полезно, больше тем, кому не полезно. Если минус поставите, вы можете в принципе прекращать это слушать. Почему? Потому что дальше вам ничего интересного не услышать. Я рад, я видел край глаза, старался не отвлекаться в чате. Активность идет, спасибо Назару, которая закрывает эти вопросы, я не отвлекался. видел, что вы очень активные были сегодня, за что вам большое спасибо, потому что вы молодцы. На самом деле молодцы. Плюс я вижу много моих учеников, пришлось здесь послушать дополнительно. Ребята, честно, я искренне рад, что у меня такая поддержка от тех ребят, которых я уже отучил, которые просто на каждый мой вебинар приходят, несмотря не на то, что вебинар больше для начинающих, все равно слушают и стараются где-то услышать, кто может чего-то упустили. Молодцы, умницы. Я вами горжусь, почему? Потому что каждый мой выпускник, я считаю, частичку меня несет в себе, да, я радуюсь искренне вашим успехам, каждому вашему там, комментарию в фейсбук-группах и о ваших успехах и очень расстраиваюсь, если вдруг у кого-то какие-то там неприятности. Теперь я хочу, чтобы поставили пятерочку тех, кто реально хочет разбираться дальше. То есть, кто хочет углублять свои знания про Амазон и принять для себя решение вообще, Амазон это для меня или не для меня. Да, вижу, активность высокая. Ребята, я расскажу вам коротко. Во-первых, многие знают, что я закончил обучение тренерские свои функции в компании Sales Hub, которая проработала год тренером и принял решение в связи с тем, что Sales Hub объявил о том, что временно не будет проводить обучение, закрыть эту потребность, потому что все начали писать мне в личку и все-таки создать свой проект, который я должен был создать еще полтора года назад, но просто некоторые события, да, именно предложение Игоря Кустова вступить в команду Sales Hub, остановило меня от этого. На тот момент мне казалось это очевидно правильным решением. Но тем не менее, еще полтора года назад я планировал запустить свой проект под своим видением. Расскажу, в чем заключается это видение в целом вообще. Видение заключается в мое в следующем. Основная ошибка и вообще слабое такое место других тренеров, которые так или иначе учат Amazon. Им абсолютно все равно, вот реально все равно, что произойдет дальше после обучения. Я так не могу. Наверное, это один из моих недостатков. Я слишком переживаю за каждого успеха и очень дорожу своей репутацией. Поэтому мне не хочется вообще, чтобы на обучение приходили люди, которые думают, что это все легко и просто, это кнопка бабло, коршун расскажет и вперед. Нет, я хочу видеть адекватных учеников и учитывая тот опыт, негативный особенно опыт многих обучающих тренеров, я сделал решение для себя такое. Систему обучения построить следующим образом. Первое. Запустить сначала интенсивный курс. Причем из опыта одного интенсива, который я проводил прошлым летом, это был 11-часовой такой мощный интенсив, именно с этого интенсива пришли максимально успешные выпускники. Я решил улучшить интенсив, сделать его двухдневным. Почему? Я на самом деле на сегодняшний день являюсь активным слушателем многих интенсивных программ, я их люблю. Почему? Потому что за короткий промежуток времени, 2-3-4 дня, можно получить массив знаний, которые позволят тебе дать ответ, я врываюсь в эту тему или нет, я буду в это вкладывать свое время, деньги или нет. Походил на многое таких мероприятий, сделал вывод, срез такой для себя, что 2 дня это наиболее полноценный временной промежуток, поэтому переделал и дополнил интенсив прошлогодний в двухдневный, чтобы максимально дать вам полезной информации уже в интенсиве. Интенсив построен таким образом, что можно рисковать и самостоятельно двигаться дальше. Я закрою его так, что с интенсива можно будет запускаться, но со всеми рисками, которые мы перечислили. Как это будет проходить? Ребята, которые будут участвовать в интенсиве, проходят 2 дня интенсива и получают домашнее задание. Домашнее задание будет искать товар. Я вас отпускаю после интенсива на 2 недели, причем за эти 2 недели я провожу 2 вебинара, вопросы-ответы, если вдруг у кого-то какие-то практические в процессе поиска товара не появятся. Воркшопы своего рода. И буду вас толкать быстрее, быстрее, чтобы в течение 2-х недель домашнее задание было выполнено. Потом я беру паузу неделю, проверяю ваши домашние задания с Назаром. У нас экспертиза высокая в этой области, потому что в Селсхабе мы проверяем постоянно интенсивы. То, чего не делают практически никто, кто вас учит сейчас в Амазоне. Проверяем и на основе проверки только те, внимание, сейчас послушайте меня, только те участники интенсива, кто сдал домашнее задание и успешно пройдет анкетирование, которое будет сделано, получат возможность учиться у меня в закрытой мастер-группе 2 месяца, там, где мы учимся уже подробно каждому шоку. К сожалению, для многих в мастер-группу без интенсива попасть нельзя. Я принял для себя это волевое решение для вас же. Объясню. Я тем самым защищаю вас от потери денег, от того, что вы не вовремя или не своевременно поняли для себя, что это не для вас. Многие окрыленные успехом интенсива, интенсива обычно это сжатый продукт, получают чувство уверенности, что тут все легко и просто и бегут запускаться, тратят десятки тысяч долларов. Зачастую да, именно так. А потом говорят, что тренер плохое слово, давайте назовем его педик, не предупредил, что здесь все так сложно. Так вот, чтобы этого избежать, я именно построил такую систему обучения. на этапе двух проверок домашнего задания и анкеты, которую я разработал под это, я позволяю себе отсеять тех, кого заведомо может ждать неприятности на Амазоне, чтобы дальше Амазонам учились только те, которые потенциально готовы двигаться дальше. Соответственно, мне все равно, сколько будет на интенсиве, хоть тысяча человек, если из них сгенериться десять, то только с этими десятью я буду работать. Я буду работать только с теми людьми, которые могут двигаться дальше. Причем, вы ничем не рискуете, стоимость интенсива будет включена в мастер-группу, то есть, она уже включена. Теперь об интенсиве. Все вы получите презентацию, можете подробно ознакомиться с модулями, я разбиваю все данные модули. Все модули по шагам, шаг за шагом, которые нужно проанализировать. Соответственно, модули знакомства с Амазоном более подробные, как искать товары, как работать с производителями, организация доставки. Дальше, второй день, более подробно уже создание, не подгрузилась у меня страница, почему-то сейчас посмотрим, а есть подготовка к запуску продаж, подробная, старт продаж на Амазоне, масштабирование, завершающий модуль это домашнее задание, о котором я говорил. Плюс дополнительным модулем к интенсиву будет модуль регистрации на Амазоне. Почему я его сделал дополнительно? Чтобы вы не спешили регистрации, с регистрацией на Амазоне. Есть определенная тонкость и нюансы, никто из тренеров на сегодняшний день не предупреждает об этом. Регистрироваться на Амазоне стало сложнее, поэтому для вас я разработал отдельный модуль для регистрации. Существующие способы безопасной регистрации на Амазоне и опасной. Если опасной, то я подготовил мануал, как минимизировать опасность с забаненным быть на самом старте. И как выводить деньги с минимальными процентами, расскажу вам также о биржах обмена, о которых никто не рассказывал. Что совсем очень легко пионер поменять на доллары, пионер поменять на рубли, пионер можно на гривну поменять и другие валюты. То есть существует биржа уже в каждом городе, в каждой стране. Если у вас уже существует аккаунт на Амазоне, важно убедиться, что он активен, что его не забанят за неуплату и так далее. Вам будет намного проще двигаться дальше. То есть этот модуль вы просто просмотрите, все ли вы делали правильно. Это все. Итак, что входит в участие в интенсиве? Полный доступ к двухдневному воркшопу. То есть будем работать практиками. Каждый день будет содержать блоки вопросы-ответы. Я всегда их включаю. Никакой воды. Интенсив для того интенсив. Работаем на практике, на примерах. Дальше. Проверка каждого гарантированного домашнего задания, которое вы сделаете после интенсива. Полный доступ к бонусному пакету регистрации на Амазоне. Ценность на сегодняшний день такие услуги стоят 200 долларов, помогают в регистрации. У меня же готовый мануал, который позволит вам безопаснее. Плюс все вы будете переведены, добавите в закрытую группу интенсива. И 365 дней мы будем с вами всегда доступны на связи общаться. Но главное, вы между собой сможете общаться, поддерживать, двигать, советовать, общаться, обмениваться мнениями. И в то же самое время мы с Назаром поглядывать будем такие сложные проблемные вопросы и будем помогать вам разорвать. Стоимость интенсива на сегодняшний день 399 долларов. Но так как я обещал каждому из вас подарок на сегодня, я принял решение, так как сегодняшний вебинар продающий интенсив первый, полная стоимость для вас всех сегодняшних ребят, минимальная. Все, кто примет решение оплачивать в течение 48 часов, гарантированно скидка 120 долларов и цена стартовая, самая низкая по этому интенсиву 279 долларов. Через 48 часов интенсив будет стоить уже больше 300 долларов. Подарок для вас и только для вас, потому что вы верите в меня и я ценю это. То есть обычно потом продавать уже легче, потому что идет волна и все хотят, бегут, опоздавшие и так далее. Планируемая дата проведения интенсива. Ребята, я хочу, чтобы вы меня услышали. Сейчас, на сегодня все будет зависеть от того, как мы быстро наберем группу. Потому что в интенсиве я вкладываю время и энергию. Две вероятные даты. Либо 6 июня, либо 13. Скорее 13 июля. Старт будет интенсива. Я стремлюсь к этой, скорее всего, дате. Поэтому отметить для себя, что, скорее всего, интенсив начнется 13 июля. Есть много моментов, которые я хочу добавить в материал и продолжаю добавлять, работаю с материалом, улучшаю его. Поэтому это только вам на пользу. Вам сбросили Алиция наш руководитель про систему обучения сбросила вам ссылку на готовую форму оплаты там, где вы можете оплатить. Призываю вас, так как это электронная оплата, вы в разных странах, если вдруг какие-то у вас вопросы, мы укажем вам номер телефона и почту сбросим, где вы можете написать о своей проблеме. С вами обязательно свяжутся и ваша оплата пройдет. Я призываю вас, если у кого-то сейчас есть сомнения какие-то, вы не уверены в том, что вы готовы двигаться с Амазоном, попомните меня и мое слово, стремитесь всегда зафиксировать любую ссылку. Все равно оставляйте заявку. При любом раскладе у вас она уже будет забронирована. Послезавтра в вашем голове может произойти понимание, вы начнете активно сейчас смотреть и думать что-то про интенсив, про Амазон, потом смотреть информацию в мои вебинары и все-таки примите решение, в итоге попадете на лишнее 30-40-50 долларов. Зачем? Поэтому, даже если вы еще ничего для себя не решили, зарегистрируйтесь, закрепите за собой эту скидку. Больше таких скидок ни для кого не будет. Для вас специально. Любые вопросы звоните, расчехлим. Если кто-то есть доступ к телу моему, пишите мне в личку по возможности в свободное время будет, отвечу каждому. На самом деле, просто вас много и мне порой иногда это сложно делать. Отнеситесь к пониманию, если я вдруг прочитал ваше сообщение и ничего не написал. Поверьте, сотнями сообщений приходят мне в личку в фейсбуке каждый день. Поэтому все вперед. Теперь вопросы. Давайте поговорим о ваших вопросах. Сейчас я сначала посмотрю, какую мне ссылку сбросил Назар. Есть ли там такие серьезные какие-то вопросы, которые требуют срочного ответа. Интенсив будет длиться два дня. Скорее всего по 7-8 часов в день. Будем работать очень много. Потому что я хочу, чтобы он был максимально полезным. не вода, бла-бла-бла, как делают многие на интенсивах, лишь бы срубить денег на мастер-группе побольше. А больше интерес, чтобы у вас был четкий ответ для себя. Я иду дальше или нет? Мне так лучше, чем потом вы про меня будете негатив распространять. Поэтому лучше будет плотнее два дня интенсива, но решение будет более взвешено. Я буду спокойным, что если дальше кто-то пошел в мастер-группу, то скорее всего это уже адекватное решение взрослого человека. Далее. С какими деньгами стартовать? Вопрос самый часто задаваемый, я его сразу отвечаю. На сегодняшний день моя формула проста успешного запуска на Амазоне. иметь иметь до 5 тысяч на первую партию и старт на раскачку продукта и иметь возможность 5 тысяч где-то либо взять, либо чтобы они в резерве у вас были на вторую и третью партию, если вдруг, а такое случается часто, ваш продукт резко начинает становиться успешным. Особенно это адекватно в случае четвертого квартала, в вашем случае, потому что все, кто стартанут сейчас на Амазоне, у вас будет уникальная возможность вскочить в четвертый квартал и собрать сливки, как говорится, на этом продукте и быстрее его раскачать за счет органического роста Амазона, который происходит стремительно в ноябре, в декабре, спрос растет в 3, в 5, в 10 раз. Поэтому вот это уникальная возможность, именно почему я предварительно подтасовал эти даты, чтобы все, кто начнут заниматься вот к этому моменту, стартанут в сентябре, в октябре. Тот, кто с интенсива пойдет стартовать чуть раньше, тот, кто пойдет в мастер-группу чуть позже, но в целом в сентябре, в октябре. Да, интенсив ориентирован на новичков, вопрос следующий задавали, но я его накачал элементами со своего мартовского мастер-класса, чтобы сделать его максимально жестким. Вопрос по деньгам, минимум-максимум, минимум-максимум, скажу вам следующее, в Амазоне есть разный подход, если у вас денег 3-4 тысячи долларов, то вы можете начинать постепенно, да, вот нет у меня денег, да, то есть вы можете начинать с партии 100 штучек, да, и плавненько потихонечку двигаться вверх, это затянется, да, то есть вы будете медленно-медленно расти. Есть и такие ребята, то есть на сегодняшний день Амазон предпринимателей делятся на две части, это первая часть, это люди, которые стартуют с маленькими деньгами и постепенно очень долго растут, либо те, которые взвешены заходят в 10-20 тысяч долларов и считают, что это минимально рисковая позиция и начинают более агрессивно заходить, а если это средняя ниша, как раз вот с 10-12 тысячами можно быстро-быстро-быстро достигать позиции. Поэтому я всегда говорю, минимум рекомендованный мною 5 тысяч на старте, 5 тысяч в следующем месяце иметь на подхвате, если вдруг товар взлетел, а может быть уже и два. Ну, то есть на две партии имел в виду. Маркетинг при любом запуске одинаковый, то есть надо будет фотографии, нужно будет продвигать, да, товар, то есть на маркетинге сумма будет приблизительно одинаковая. Так, я считаю, для тех, кто прошел мартовский мой мастер-класс «Как заставить листин продавать», эта тема неинтересна. То есть интенсив и мастер-группа, которая стартует больше рассчитана на тех ребят, которые нигде не учились и хотят обучиться, амазоны такие тоже есть, либо только начинают, стартуют на амазоне. Так, вопрос от Амины по построению команды. Нет ли у вас страхов давать логин и пароль от селлера-аккаунта сторонним людям для настройки рекламы другой операционной деятельности? Амина, этот вопрос закрывается простейшим доступом. User Permission есть такое понятие. User Permission это доступ ваших наемных сотрудников к вашему аккаунту. Галочками выставляются к чему они имеют доступа, к чему не имеют. Тем самым вы минимизируете риски и страхи. Что касается регистрации фирмы и бренда. Бренд я рекомендую регистрировать, когда первый товар начал хорошо продаваться и хотя бы 2-3 месяца увидеть, он растет и все прекрасно. Тогда мы подаемся на регистрацию бренда. Сумма регистрации обычно от 350 до 700 долларов в зависимости кого вы возьмете исполнителя. Бренд регистрируется от полугода до года. На бюрократе такая высокая в Штатах. Но тем не менее регистрируется. В дальнейшем что касается регистрации компании. Забегу наперед. Два способа на сегодняшний день регистрации на Амазоне. Первый от физлица но с геморроем. То есть есть определенные требования в Амазоне тонкие, которые не каждому получается пройти предоставляя документы. Из опыта последней мастер-группы из 80 участников где-то 8 человек получили бан. То есть как видите такое 10% получают бан. В результате своих же ошибок как показывает практика не даст соврать назад. Кривыми руками что-то не так сделали, неправильно поняли мой мануал, неправильно не переспросили техподдержку. В результате получили бан аккаунта без права торговать на Амазоне. Ну и это решаемо на сегодняшний день. Существует ряд компаний наших фейсбук сообществах, которые продают за 200-300 долларов готовые бренды не бренды, вернее аккаунты зарегистрированные в других странах на другие лица вам передаются просто права и все. Процедура там простая и понятная. В интенсиве я контакты этих ребят в этом дополнительном модуле тоже да. Вообще мне принцип простой. Я вам даю материалы, если хотите делайте сами, в материале даю альтернативу. Если я не хочу этого делать сам, но разобрался, но мне это долго и напряжно, тогда вот готово решение, идите к этим ребятам, они вам сделают. Вот и все. Так, ребятки, предлагаю на сегодня заканчивать. Я напоминаю, что у вас есть ровно 48 часов по низкой цене, я буду рад вас видеть на интенсиве. Ориентировочная дата 13 июля. Стартуем. Все участники, только участники интенсива получат возможность обучаться дальше. Вот и все. В мастер-группе обучение стоит 2000 долларов, но из него стоимость участия в интенсиве будет вычитаться. Вот и все. Соответственно, те 120 долларов скидки, которые вы сегодня получили, тоже будут отниматься. То есть стоимость участия в мастер-группе будет составлять 1600 долларов, минус 399. Все честно. А то вы скажете, сегодня скидку получили, а завтра на мастер-группе у меня ее забрали. Нет. Исходим из математики. Интенсив 399, мастер-группа 1600. Будет ли спрашивать, как заставить листин продавать? Амина, я раз в год провожу этот вебинар, мастер-класс, как заставить листин продавать, ровно за год. Да, думаю, в следующем марте сделаю, тем более, как раз к этому моменту заверну наконец-то, наверное, на продажу уже один из брендов и поделюсь с вами успехами. Мастер-группа будет длиться два месяца, как я и говорил. Ребятки, спасибо вам за сегодняшнее участие. PayPal, к сожалению, у меня нет, мы не в Америке, но решение вопроса через карту физическую, если вы в Америке, можно решить. Обращайтесь на ту почту, которая у вас есть в письме и благодарю вам за ту активность, которую вы сегодня посвятили мне, выделили, нашли время. Буду рад с вами увидеться на интенсиве, ну и успехов вам всем на Амазоне, прежде всего, добра и счастья вашим семьям, ну и немножечко или множечко бабла. До скорых встреч, бегите, регистрируйтесь на интенсиве. Кнопку сделаю максимально большую. Успехов всем, пока! Субтитры сделал DimaTorzok